итак уважаемые все ебальнички затыкая начинаем меня слушать микрофон присобачивал все так ты можешь сюда отойти да а собственно и так всем привет с вами панков у нас сегодня семинар по топ-контролю в науги с определенными наугишными деталями первая наугишная деталь над которой мы будем работать которую мы будем очень сильно учитывать это то что если вы выступаете в экспертах в рок-н-роллинге или вы выступаете по черным поясам вам разрешили не риппинг да это важно и в принципе большое количество атак на ноги поэтому классические виды контроля да они не очень хорошо заходят потому что вы там банально торгуете ногой мы об этом сегодня будем говорить показывать и еще один момент который мы уделим внимание мы не будем сегодня работать в классическом топ-контроле это сайт-контроль там колено на животе маунт да мы будем работать надо позиции когда мы вот пошли гард занимаем топ-контроль и у нас идет движение что мы должны его дожать соперник пытается вылезти да и в этот момент будем стремиться свой контроль усилить а не отдать да о чем я говорю ложись ножки поднимаем смотрите то есть еще раз мы в позиции не телепортируемся нет такого что я взял сказал так лежи не двигайся все ну все давайте начнем бороться это так и работает да все таки я всегда учу людей которые борются на соревнованиях и в принципе учусь акцентом на то что человек будет бороться с другим человеком примерно равного уровня который сопротивляется который стремится выиграть да что у меня происходит когда я прохожу гард я сталкиваюсь с обычно взрывной реакцией человека что хочет освободиться от моего контроля в идеале восстановить гард да то есть когда я прохожу гард на тренировке как это обычно выглядит я прохожу гард выбор и все такой ну ладно типа окей ложись типа причем сейчас будем упахиваться дождемся борьбы когда мы проходим гард на соревнованиях да сейчас жестче то есть я прохожу гард вот-вот-вот-вот то есть начинает составлять ног да человек начинает сопротивляться даже если я почти-почти дожал он все равно будет бороться все равно будет выпихиваться да поскольку так получилось что в ноги особенно в среднем и бывшего веса которые люди здесь собрались эти люди достаточно гибкие способны оторвать свою жопу от ковра поэтому классическая история как в ги да она не совсем заходит что такое классическая история когда я условно прохожу гард он здесь сопротивляется туда вставляю пытается ноги и я вот сюда здесь вставляю свое колено да то есть отрезаю его бедра от его корпуса либо здесь вставляю колено да либо ставлю на живот почему это не подходит во первых у меня нет ткани чтобы максимально сильно прижаться я не могу его взять за рожгать ему прижаться в ги за счет контроля ткани я могу прижаться гораздо быстрее раньше здесь если сюда вставляю колено да он фреймит он меня выталкивает я ставлю колено человек может просто накрутиться мне на ногу да и я здесь могу либо он 50-50 либо могу словить оттуда рычаг колено поэтому классическая история как в ги что мы взяли схватили человека за штанину там за отворот поставили колено эта история немного неправильно вы будете торговать ногами да поэтому на наш акцент контроля в ноги будет смещаться сильно 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 за его голову то есть у нас такие зоны контроля да сейчас вот ну немножко теории чтобы было легче просто ориентироваться у нас зоны контроля это его таз да это контроль когда я ограничил артем его таз он не мог кривее потому смотрите если я просто держу он легко делал креветку таз ушел от меня много места я локтем заблокировал таз он делал креветку он от меня не может уйти я не даю ему создать место да это стоит зона таза и зона его головы когда я беру кроссфейс либо кроссфейс андерхук то есть контролирую его плечевой пояс да у меня будут определенные проблемы в ноги с моментальным контролем зоны его таза поэтому я буду смещаться смещаться за его голову и здесь тоже важен это люди вы должны понять логику которым вы следовать да если я проходя гарту словно закидывай ножки я прохожу сюда и я здесь попытаюсь просто вцепиться ему в башку люди гибкие могут банально залезть на вас сверху если я здесь попытаюсь именно бороться головой то есть он может просто закидывать на меня да 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 накрутиться мне на руку заканчивая болевой то есть либо на руку да либо в одну сторону либо сюда на рычаг да то есть либо треугольник то есть я могу устремившись за головой могу серьезно вляпаться еще раз почему потому что он скользкий я не могу взять какие-то ультимативные захваты которые позволят мне оказать очень очень много давления если я в скользкого подвижного человека решу просто с места дать много давления можно просто провернуться я влечу лицо в пол мнимо человека да поэтому мой топ-контроль в ноги будет состоять из того что я буду заходить за его голову но постоянно контролировать зону его таза о чем я говорю да то есть я буду условно стремиться сместиться сюда и здесь не закидывай ноги здесь зайти головой в его живот что мне дает своими руками я блокирую его руки головой поставлю его живот закидывай таз двигайся да я уже здесь могу достаточно хорошо забираться мало того если я просто стану вот здесь человеку в ноги ничего не мешает мне просто намотаться мне на ногу да и оказать мне определенные проблемы но когда я закрою пространство своих ног своим корпусом даже если он пытается закинуть ноги мои плечи моя голова выступят ограничителем соответственно я защищу свои ноги а моя задача всегда защищать свои ноги не только от болевых если просто возьмет ногами ногу это будет гахт и соответственно топ контроля из гарда не бывает ребят в гарде нужно только проход гардер не бывает такого чтобы там лежите в гарде это называется контроль так не работает да я защищаю свои ноги соответственно я приобретаю контроль мало того я приобретаю достаточно подвижный контроль почему потому что я здесь даже если активная борьба да я достаточно мобилен я могу выбирать захваты какие-то позиции забирать да именно вот эта концепция отличается она отличает вот топ контроль в ги от топ контроля в ноги что вы не можете сразу поставить много веса сейчас мы будем нарабатывать просто смещение за голову с постановкой головы то есть еще раз ну все примерно борются все прям понимаешь если я вот здесь сопротивляюсь держи ноги жестко да то есть меня вот здесь не пройду то есть опять же может быть реверзал а его то есть если я там здесь обхожу то есть да это где-то тяжело это тяжело да но что я делаю я забегаю 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 за голову тем самым немножко проламывая его руки да разумеется разумеется да разумеется да это и в ги работы просто в ги еще раз я очень много где могу просто заблокировать и ногу захватом за штаны в ноги я этого не могу да то есть мы сейчас идем в сайт контроль мы берем его ножки он не ватный да потому что еще раз если он поставит ноги в пол но у него гарда нет я могу просто пройти вперед да то есть мне от него должна адекватная реакция я здесь я там не упахиваюсь не усеряюсь я спокойненько иду начинаю проходить он оказывает мне сопротивление и я не пытаюсь вот здесь сбоку да пройти это можно но в ноу-гид тяжело обычно если это еще не первая схватка на тренировке человек если он борется своей зоне например как я я после первой схватки образую вокруг себя озеро пота я начинаю там вот так вот крутится потому что скользкий раж скользкий пот и меня дожать то есть доказывает давление вы просто меня начинаете крутить на месте да поэтому не вот здесь пытаться его дожать всунуть вот так вот ноги это вообще в ноге ну это очень странная история да я захожу вокруг него важно видите я не приблизился я захожу захожу он вставляет ноги упирается и вот здесь я ныряю головой в его живот обратите внимание не боком никак бум вот у меня плечевой пояс мои ноги и голова меня защищает он меня выталкивает он меня может выталкивать то есть он выталкивает я отхожу я не пытаюсь упасть на колени я не пытаюсь поджаться ну вы же все занимаетесь тренировках не всегда у вас получается занять контроль с первого раза верно да но поскольку я очень мобильный за счет того что не потерял потенциал своих ног я не встал на колени если я здесь сяду вот так вот он вставляет ноги меня выталкивает ноги 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 выталкивает он во-первых может развернуться банально в гард во-вторых если он здесь зацепится под ногу то меня выталкивает рукой под ногу например куда-то может не куда то есть вот здесь ничего не мешает ну куда-то дальше на ногу закручиваться забирать ее да да это ему не мешает мы всегда должны учитывать что в ноги потенциал атаки ног гораздо выше и мы не можем себе позволить торговать ногами мы плохо закончим да поэтому мы свои ноги очень сильно бережем еще раз я пошел по кругу он защищается я зашел смотрите я ничего не делаю просто бум я упал мои руки теперь меня чуть выталкивают да я вот выталкиваю толкай я должен понять у меня получилось не получилось сейчас получилось не получилось я просто встал отошел назад он сам ко мне развернется смотрите если он меня выталкивал я отошел назад ну не будет здесь вот так лежать он понимает что позиция не комфортно он ко мне развернется и возможно в этот момент я снова инсинициирую этот проход да понятно что делаем смещаемся ставим голову смотрим на его реакцию если получилось отлично не получилось возвращаемся да вы должны понять что топ-контроль это не телепортация не случайная позиция вам не повезло это плод вашей работы и то как вы в топ-контроль заходите определяет какой у вас топ-контроль будет чем вы рискуете чем вы не рискуете да какой формат работаем по времени когда меняться я скажу меняться самим не надо не надо делать по разам меня это бесит все поехали итак еще раз в классическом сайт контроля мы сидеть не можно потому что мы должны его развивать если оставлю колено на живот он меня выталкивает накидывает мне ногу у меня проблемы да если я собираюсь перейти в маунт да конечно я могу все зафиксировать сложить передать но есть риск что в момент передачи мою ногу цепляют на крюки и если в ги не риппинг делать нельзя я могу активнее снимать ногу то в ноу ги он передает заворачивает ноги да атакует мне пятку и отдача ноги для меня становится гораздо фатальнее плюс удерживать сайт-контроль находясь близко к его ногам тяжело во первых ему легче сталкивать нас к ногам то есть что такое гард да то есть что такое для него восстановить позицию это столкнуть меня к ногам то есть у меня выталкивает руками назад все восстановил гард я проиграл позицию да я проиграл топ-контроль и оказался в его гарде да плюс здесь когда находится вам может меня очень удобно упираться потому что у него руки очень сильные да и если рука сильная а нельзя же есть анатомически сильно для режима лёжа да мне тяжело ее атаковать да мне тяжело на нее давить поэтому я хочу отсюда уходить за голову что я делаю я Chicago я не беру кроссфейс потому что по размещению кроссфейс придётся приехать и вы сами себе плечо будете выкручивать я беру здесь под плечо здесь достаточно анатомический захват пальцем получать достаточно надежный я на пальчиках ног я Я разворачиваю таз в сторону его головы, прихватываю ногу, если он не двигается, мне будет легче, но обычно он будет двигаться, я прихватываю либо стопу, либо вот здесь, в районе голеностопа, я обязательно свою голову ставлю на его живот, я не могу здесь уйти просто так укатиться, голову на живот, я ухожу, да, блокирую ногу, блокирую руку, выталкиваю меня, то есть вот, я держусь, я остаюсь здесь, в дальнейшем, да, я эту позицию буду развивать, она для меня, остается очень хорошей, что мне дает эта позиция, во-первых, здесь слабые руки, потому что отжимать меня отсюда, ну, ребят, тяжеловато, потому что здесь особенно поставили на ногах весь мой вес, да, то есть я его выматываю, я нахожусь далеко от его ног, их тяжело закидывать, да, соответственно, ему тяжелее восстановить гарт, ключевой нюанс, который вы должны запомнить, когда мы в этот вид контроля уходим, что у нас должен быть щит, у нас должна быть голова, обе руки, тело вместе, о чем я говорю, смотрите внимательно, я сейчас стою вот здесь, он пытается закинуть ноги, у меня руки, голова вместе, у меня ничего не отделилось, я его контролирую, но как только по моей ошибке или по его действиям, ему получится вот это превратить вот в это, то есть отделена рука, либо отделена рука, голова, да, то у меня будут, либо отделены две руки, такое тоже бывает, у меня будут проблемы, я очень сильно рискую, да, сейчас покажу, о чем я говорю, отделены две руки, это обычно вы неправильно упали, то есть, смотрите, я был здесь, я шел, 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 забегал за голову, и я упал не вот так вот, руки вместе со всем телом, а я упал, можешь ножки, ножки, я упал вот так вот, вот бывают такие люди, которые делают вот так, либо вот так, либо у вас о чем-то делают вот так, все, ваши руки отделены от тела, здесь вас просто можно ногами вперед прокинуть, ногами вперед, да, вы можете здесь отдать дальше ноги, у вас будут большие проблемы, либо отдать спину, да, если вы, оказавшись здесь, видите, у меня локти близко, локти плотно, он пытается отделить мою руку закидывая ноги, если у него получается отделить мою руку от тела, да, ну, здесь она особо ничего не будет, она не отделена, то есть, да, Обычно отделить руку, что-то с ней сделать, то он может либо выйти, либо здесь у меня может кто-то ковать, например, оплату мне может взять, если он зафиксирует руку, может мне оплату накинуть, да, 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 все, восстановиться. Если он отделит руку с головой, то есть я, например, залезу, находясь вот здесь, то есть одна рука внутри, одна рука снаружи, это может быть треугольник. Да. Я просто упаду, ну, закрою треугольник. Не могу закрыть. Вот, да, все, у меня проблемы, поэтому я очень внимательно следую за тем, чтобы ни одна из моих конечностей, ни голова, ни руки не отделялись, как я не даю отделить, все очень просто, я вместо вот такой вот размахайки постоянно контролирую вот так, то есть у меня вот такая вот такая рамочка, да, сейчас мы можем переходить из базового сайта, то есть я здесь был, заблокировал, ушел, смотрите внимательно, я своими локтями немножко его сжимаю, я не только держу захваты, да, вот здесь, я еще постоянно, постоянно держу свои руки узко, да, то есть я не вот так вот держу его, да, схватив, а я вум, у меня все очень узенько. А это развенучили? Все, зашел сюда, вылезай, у меня локти узко, восстанавливайся, 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 да, у меня руки узко, все постоянно близко, я все время здесь. Да, либо я так же захожу за его голову, то есть я был здесь, я иду за голову, падение, обратите внимание, когда я падаю, опять же, я не контролирую, а ложусь, смотрите, закинь ноги, я здесь никто мне не даст так медленно лечь, он сразу же ставит ноги, крутанется, да, поэтому еще раз, я захожу, все близко, бум, я упал, я его придерживаю, голова в живот, он пытается остановиться, пытается отделить моего руку, он может рукой пытается отделить мою руку, да, то есть вот, у меня локти близко, я здесь, его контролирую, понятно, то есть сейчас все то же самое, и забой в позиции, нижний пытается нашу ручку постоянно-постоянно куда-то удалить, мы ручки держим при себе, очень внимательно за этим следим, поехали. Окей, ребят, собираемся, смотрим, сколько у вас сегодня еще день борьбы запланирован, я сейчас, в принципе, покажу все одним блоком, а когда мы заходим в вот эту позицию, вы уже заметили, что, во-первых, вам оттуда все видно, то есть вы видите руки соперника, вы видите ноги соперника, вы видите движение соперника, и вы способны, да, прогнозировать то, как он будет двигаться, мало того, оттуда вы можете сами заставлять его двигаться так, как вам удобно, например, если вы любите забирать спину, вы можете мотивировать его поворачиваться на боку, ходить за спину, забирать спину, либо оттуда перезаправлять сильный кроссфейс, да, заходить в более классический сайт, либо оттуда заходить на север-юг, да, потому что если человек постоянно выставляет руки, он открывает шею, нам ее удобнее забирать, да, еще раз. Да, можете чуть-чуть раздвинуться, да, просто там люди сидят, чтобы я не мешался. Итак, смотрим внимательно, да, еще раз, ребят, если вы поставите голову в кость, это не то, у него таз поднимается, если вы съедете вперед, то вы все равно не окажете давление в таз, да, у вас голова туда между ног соскользнет, и человек все равно сможет с вами работать, я ставлю ему голову в район пупка, да, важно, если я буду стоять вот так, на одной высоте, я не тяжелый, то есть вот, вот, я даю очень-очень много веса, да, мои руки контролируют его руки, я стараюсь контролировать вот так, почему, потому что даже выпрямленную руку, которая меня толкает, вот так я держу, я за нее могу держаться, могу просто ману, контролировать позицию, да, могу в дальнейшем ее сбивать, но сам фар, вот этот контроль, он очень универсальный. Итак, я оказался здесь, он меня собирается выталкивать, я его контролирую, и я выбираю, что я отсюда хочу делать, да, то есть убирать мой таз, то, что он сейчас делает, в принципе история сравнена, почему, у меня таз и так очень высоко, то есть смотрите внимательно, упиряйся в таз, ну куда он его поднимет дальше, ему дальше поднимать особо некуда, у него руки не вытянутся, да, то есть его всегда битва основная будет убрать то, что на него дарит, убрать мой плечевой пояс, да, то есть я здесь, и одна из вещей, которые я люблю, то есть он сопротивляется, контролирую его, контролирую, я выбираю жесткий кроссфейс, обратите внимание, то есть я был здесь, я не зашел сюда, да, я был здесь, он меня толкает, я контролирую, толкай, 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 я контролирую, кроссфейс, давление, контроль ноги, то есть здесь уже, видите, он уже начинает испытывать дискомфорт, почему, потому что мне очень удобно заправлять кроссфейс, меня руками не сдерживают, если я работаю с, сейчас, ты можешь немножко двигаться, чтобы я в камере лучше было видно, если я пытаюсь заправлять кроссфейс отсюда, его руки, это достаточно серьезный барьер, если человек не хочет мне кроссфейс дать, да, отсюда, он меня толкает, то есть он со мной работает, бум, плечо и палом, напоминаю, что кроссфейс мы никогда не ставим на лицо, мы в идеале ставим его на грудь, из груди, вот таким образом съезжаем ему в шею, чтобы начать из него выдавливать кислород, да, такое ванфлю, удушение делать, это и сам по себе хороший контроль, и при этом, если у человека во время моего контроля немножко кислород заканчивается, для меня это хорошо, то есть у него становится меньше сил, мне становится легче атаковать, да, еще раз, я сюда зашел, то есть он встречает меня, встречает, вот бум, здесь у меня выталкивает, 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 я контролирую, бум, выталкивает, контроль ноги, я за головой, да, если у меня получилось здесь, я возможно, да, пойду сюда в маунт забирать руку, пойду в маунт, почему, потому что я его позицию предварительно раскрыл тем, что я акцентированно проатаковал голову, да, то есть у меня вариантов будет очень много, вы просто должны понять, что через вот эту высокую стойку, через контроль головы у вас открывается очень много возможностей, да, в том числе, потому что вам легче атаковать, то есть еще раз, я здесь выталкиваю, вот, то есть вот я здесь там, выталкиваю, 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 то есть у вас bitch спастись Вот, вот я здесь, да, я возвращаюсь сюда, окей, он меня выталкивает, толкай, толкай, ножку держу Бас, я закрыл север-юг, закрыл его очень легко, почему легко, потому что, бля бля вот отсюда, север-юг, вот через все тело человека нырнуть, который еще поднимает, что я буду делать север-юг, у него еще башка не отрывается от пола, потому что он здесь прижат. Да, он не хочет, чтобы я руку под голову. Он же не хочет, чтобы я ему кусок пробил. Да, но здесь, когда я здесь работаю, обычно вот, у него головы чипы поднимаются, и если у меня получается, работаем, работаем, работаем. И вот здесь я захожу на север-юг падением. Опять же, не факт, что я буду этот север-юг делать, вообще, может, у меня руки слабые. Но, взяв захват, я сделаю имитацию атаки, пролежу без пассивов, потому что я пытаюсь атаковать. Атака акцентированная. Да? Еще раз покажу, что видео гульнуло. То есть, я был здесь, да, он меня. Я контролирую. Упал на север-юг. Упасть на север-юг проще, потому что голова оттого, она в этой позиции, да. Все. Я могу смещаться дальше, делать север-юг. Могу вернуться. То есть, я отсюда легче забираю кроссфрейс сильный. Я отсюда легче забираю север-юг. Также, я его своими действиями могу мотивировать к каким-то другим действиям. Смотрите, я здесь. Он лежит здесь на спине. Я хочу ему дать немножко уйти вбок. Я беру, смещаюсь чуть вбок. Смотрите, я своей рукой, видите, его чуть-чуть туда, туда. На меня он здесь не развернется. То есть, видите, у меня две рамки с этой стороны. На меня здесь идти нужно глупо. Ну, либо это будет трата сил. То есть, я был здесь еще раз. Сюда контролирую. Ухожу. Человек идет от меня. Ну, иди, иди. Если вы любите забирать спину. Опять же, у вас подвижные ноги. Вам легко забирать спину. Вы видите его движение, да. Вы ушли вбок, выставили с одной стороны две рамки. Если он пойдет на вас, бля, ребята, он очень устает. Во-первых, никуда не уйдет. Во-вторых, он очень устает. Уставший соперник, это наш большой друг. Почему? Потому что он лежит, ничего не хочет. Он хочет, чтобы схватка быстрее закончилась. Если он понимает так. То есть, мы должны предполагать, как человек думает. Он видит две стороны. Типа, так, контроль с этой стороны, с двух рук. Соответственно, с другой стороны нет контроля. Он идет туда. Мы это используем, как способ забрать спину, да. Отсюда также. Если он упирается руками, вы умеете прыгать на болевые на руки, забирать. Вы можете руки забирать. Да, я просто не умею. Не мое, да. Есть какие-то другие опции. Вопрос в том, что эта концепция, она позволяет вам не сидеть вот так вот, вжавшись в потного человека, просто держать его, как бы, трясясь от ужаса, что он сейчас куда-то высказит, и все придется начать сначала, да. А дает вам такую активную модель работы, что вы, бум, перешли. Вам все видно, вам удобно, вы не рискуете. Вы понимаете, что есть чуть-чуть, что вы просто взяли и отошли назад. Не пытаясь не толкаться. Отошли назад, начали заново, не сильно устав, при этом человек устает, да. При этом у вас абсолютно простые возможности, что-то взять, что-то забрать, да. Сейчас заходим туда, либо сразу же из готового сайта мы заходим, да, либо мы заходим сразу же, как будто бы с прохода. И еще раз, я не жду реакции соперника, ну, в том плане, я когда хочу занять позицию, я не жду, когда он мне начнет отвечать. Я хочу забрать максимально много, да. То есть, я хочу максимально быстро развить преимущество, пока соперник не смог меня остановить, да. Соответственно, мы зашли, еще раз, если зашли человек не реагирует, вы можете сделать мне все, что угодно. Он будет реагировать. Он реагирует, вы либо кроссфейс, либо в север-юг, либо ограничили, заставили его идти, пошли за спину. Либо попробовали что-то свое. Почему важно пробовать свое? У нас у всех борьба немножко разная, да. Мы каждый делаем какие-то опции, которые там, ты делаешь то, что я не делаю, да. Каждого есть свои какие-то анатомические особенности, есть какая-то история травм, которые что-то позволяют, что-то не позволяют, да. Поэтому нет ничего зазонного в том, чтобы позицию сошли и поискали, что вам удобнее. Да, основные проблемы топ-контроля в НОУГИ я объяснил. Мы не можем, как в ГИ, активно совать ноги вперед. Мы за это можем поплатиться, да. Соответственно, мы должны занимать какой-то другой контроль. Все, ребят, работаем. Окей, ребят, собственно, всем спасибо. Был рада вам что-то показать. У нас, конечно, операторы так себе. Но вы в целом нормальные. Я надеюсь, что вам было что-то понятно. Так, давайте сразу. Все все поняли примерно? Всем, в принципе, зашло? Все, ну все, всем большое спасибо. Давайте.